Вы смотрите новости седьмого канала, телефонной редакции 29333, продолжаем выпуск. Производительность труда на заводе Роспромстрой стала высшим, предприятие воспользовалось нацпроектом и улучшило свою работу. Однако принять в нем участие могут и другие организации. Как изменилась работа завода и как стать участником такого проекта, расскажет Ксения Гречихина. Вот такой прокатный станок за 8 часов может переработать 21 тонну металла, но производители не собираются сбавлять обороты, они улучшают свою работу и дальше. В этом им помог нацпроект «Производительность труда» и Федеральный центр компетенций. Эксперты год работали с сотрудниками завода и занимались его развитием. В рамках профессионального проекта работники предприятия обучаются различным направлениям, таким как методика решения проблем, основу бедажливого производства, как организовать рабочее место по системе 5С, чтобы потом, в дальнейшем, после ухода экспертов, они могли самостоятельно развивать производство и вести культурные приемные улучшения, создавать свою собственную производственную систему. Недостатки на предприятии были, в том числе проблемы с логистикой, а это увеличило сроки производства, но после участия в программе проекта недостатки на заводе удалось устранить. А мы знали, что у нас есть проблемы, но мы не могли в них разобраться, то есть и когда начался проект ФЦК, непосредственно на нашей площадке, мы увидели очень много проблем, очень много, причем на них мы даже порой и не обращали внимания, нам подсказали, и мы над этим и стали работать. Производительность труда уже выросла, но в следующем году компания планирует увеличить ее еще. Благодаря этому заказ теперь можно получить быстрее. В производстве тоже не обошлось без нововведений. Для улучшения работы и более быстрого реагирования на неполадки на пультах управления оборудованием установили специальные QR-коды. Теперь любой сотрудник может зафиксировать проблему и она автоматически отправится к руководителю. Воспользоваться проектом могут предприятия из различных сфер экономики. Стоимость участия бесплатная. Главный критерий – это прибыль в размере 400 миллионов за год. Получить информацию об участии можно на сайте или по номеру телефона, который вы видите на экране. А для организации с меньшей прибылью существует краевая программа поддержки. Есть программа по повышению производительности труда на малых предприятиях. И участие в этой программе доступно для организации с объемом выручки от 200 до 400 миллионов рублей. Мы стараемся доращивать предприятия для того, чтобы они в дальнейшем могли участвовать в национальном проекте. Результаты работ по улучшению производительности труда на металлопрокатном заводе обсудили сегодня на презентации. Лучшим работникам вручили благодарственные письма. Руководители проекта получили слова благодарности.